Еще одно преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В Омской области расследуют убийство 58-летнего сельского жителя с ограниченными физическими возможностями. Как следует из материалов уголовного дела, накануне гибели инвалид вместе с новым знакомым отмечал окончание ремонта. Поводом для ссоры стала недопитая бутылка, которую спрятал потерпевший. Юлия Воробьева узнала подробности. Выпили, закусили, посидели, выпили. 33-летний Иван, подозреваемый в убийстве. Мужчина вспоминает, в доме у Валерия жил неделю, выкладывал печь. Когда закончил работу, заказчик предложил это отметить. На следственном эксперименте Иван расскажет, что на несколько минут отлучился в магазин, но на столе еще оставалась недопитая бутылка беленькой. Когда Иван вернулся с добавкой, спиртного не обнаружил. Я у него спрашиваю, где бутылка начатая, там пол-литра осталась. А он достал ножик. Продемонстрировать хотите, да? Да. Пожалуйста. Примите позицию, в какой он находился и покажите, что... Вот так он был. Он достал с полки ножик, вот с этой полки. Достал. И начал вот так вот. Бутылку Иван так и не нашел. По версии следствия, это и стало мотивом преступления. Мужчина разозлился. Начал наносить удары Валерию. Потерпевший. Инвалид-колясочник. Оказать сопротивление не смог. Я попытался у него вырвать нож. Я вырвал у него. И при этом я порезал и ему руки, и себе. Вот. А потом я резко ему ударил в это место. И 8-7 ударов вот так по пузу я ему нанес на неглубокие. Как следует из материалов уголовного дела, после неравной борьбы Иван оделся и ушел на улицу. Через пару часов вернулся в дом и обнаружил, что его приятель мертв. Иван вытащил нож из тела и выбросил его во двор. После совершения преступления позвонил на мобильный телефон своему бывшему работодателю. Сообщил случившимся. В теле проверки данного сообщения преступления выехала оперативная группа МОМВД России в Горьковске, которая держала подозреваемого на месте происшествия. Сейчас подозреваемый в убийстве находится в СИЗО. Там он и будет дожидаться суда. Если его признают виновным, ближайшие 15 лет он проведет в колонии.